Меньше двух недель осталось до начала календарной весны. Эта зима была действительно температурно разнообразной. Оттепели сменялись морозами, а шквальный ветер переходил в пургу и метели. Все это отразилось не только на городском коммунальном хозяйстве. Это сделало лед на Волге весьма неоднородным. Его толщину ежедневно проверяют спасатели. И в феврале должен быть самый прочный лед, поскольку морозы все же были. На самом деле это далеко не так. На днях на акватории Волги уже утонул снегоход. Только по счастливой случайности обошлось без погибших. Тонким и хрупким остается лед на канале в районе Федоровки. Там постоянно бывают многие тольяттинские рыболовы. Спасатели продолжают предупреждать. Весна на пороге и находиться на льду становится опасно. Спасатели Центра гражданской защиты производят ежедневный мониторинг ледового поля. И хотелось бы как раз обратить внимание нашим рыбакам. Толщина льда раза в два где-то меньше, чем в прошлые года. Нельзя сейчас сказать, что толщина льда какая-то определенная. То есть по всей береговой линии она абсолютно разная. На Ворском замке она порядка где-то 25-30 сантиметров. Здесь доходит до 40. Самый слабый лед у нас это поселок Федоровка. И самое проблематичное место, естественно, это будет Комсомольский район, речной вокзал. Поэтому мы обращаемся ко всем рыбакам ни в коем случае не нарушать правила личной безопасности. Быть готовым к тому, что в этом году подлёдный лов у нас сезон закончится гораздо быстрее и гораздо раньше. Продолжение следует...